Друзья, всем привет! Сегодня в 19.00 филармонии состоится большой стендап и у нас в гостях Ваня Усович. Ваня, привет! Всем привет! Как настроение? Отлично! Как долетел? Отлично! Это твой первый тур по Украине? Да, но я уже выступал во Львове и по-моему все. Ну и на корпораты в Киев прижим. Как тебе в Украине? Как принимают? Я заметил, что в Украине, вот как и в Беларуси, очень сильно смеются. Есть такое? Сильно смеются. Мы приглашаем смех, чтобы не было в эфире. Так смеются. Ну, то есть, ну... Какой больше юмор заходит? А вы не участвуете, да? Это не, это же просто зрители. Фига себе у вас зрители. Ну, это... Что ты спросил? Какой юмор больше заходит? Какие шутки больше? Смешной. Любой смешной. Нет ничего конкретного. Ты ездил на Бали? Да. Судя по Инстаграму, ты редко что-то выкладываешь. Ты там Новый год встречал? Не, я, по-моему, четвертого поехал или пятого. Что на Бали понравилось? Там Слава Комиссаренко, по-моему, с тобой был еще? Не было. Не было? Я просто смотрел, он тоже был на Бали. Что на Бали понравилось? Он в Таиланде был. Ну, для меня это одно и то же просто. Что понравилось на Бали? Да все, тепло, еда, серф. Ты серфингом занимаешься? Ну, на начальном уровне. У тебя был тур по России и большой сольный концерт в сентябре в Минске. Да. Как принимают в родном городе, как в Белоруссии? Отлично. Везде отлично принимают. Тезис, да? Самое большое количество людей, перед которыми тебе приходилось выступать? Тысячи полторы, наверное. Это где был? Наверное, в Москве какой-нибудь. Есть волнение перед выходом на сцену? Уже особо нет. Раньше было. Сейчас с каждым годом все меньше и меньше. Есть какой-то у тебя ритуал перед выходом на сцену? У тебя сколько вопросов таких? И не штук 500 быстрых вопросов? Нет. Штук 200 и там 300 таких долгих уже. Если что, какой последний был? Ритуал перед выходом на сцену. Или ты просто выходишь? Нет, нету ритуала. Как реагируют твои родители и друзья на твою популярность? Да, обычно радуются. Говорят, молодец. А ты помнишь свой самый первый концерт, первая выходная сцена? Где это было? Ну, не считая КВН. Уже как стендап. Как стендап-комик в Нархозе, в нашем универе выступал просто первый раз. И сколько лет назад был? Это было в 2000... Надо считать. 2000. Ну, в этом тысячелетии. Подарки поклонницы дарят? Да. Что обычно дарят? Разные подарки всякие. Не помню. Есть какой-то... Вспомнить какие-то подарки? Ну, да. Если можешь, то было прикольно. Всякие эти портреты, как правило, как я понимаю. Самые часто рисунки всякие. Самое необычное место, где тебе приходилось выступать? У нас просто была группа рассказала, что они перед хомячками выступали. Это мы на радио сейчас? Да. Или на радио? Это и радио, и видео. И так? И так, и так. Гасси. Это видео-радио такое. Фиг знает, не помню. Не помню. Сейчас проходит в интернете 10-year challenge. Ты помнишь себя 10 лет назад? В 2009 году. Помню. Помню, конечно. Что делал? Что-то делал. Ваня, как пишется юмор? Давай о юморе. Как ты придумываешь материал? Это где-то дома происходит, на улице, в кафе? Да по-разному. Да по-разному. Как хочешь, так и придумай. Обычно я с друзьями сажусь и вместе придумаем. Можно и один на улице. Можно. Да по-разному. А как проходит проверка материалом? Как проходит проверка материала? Есть open mic'и. На открытых микрофонах? Да. И там все проверяют. Шутки записываются, уступают. Там по минуту 10. А сколько обычно в процентном соотношении из написанного входит потом в концерты? Ну, от комика зависит. Но я думаю, большая часть, думаю, входит. Просто она как-то переписывается, там улучшается. Все такое. А кем работал до стендапа? Ни кем. Что думаешь о КВН сейчас? Он по-прежнему так же крут, как и раньше? Или уже не такой смешной? Не знаю. Не смотришь? Ну, сложно сказать. Я думаю, что от команд зависит. Всегда были прикольные команды. Сейчас вот мне плюшки нравились из последних, что я помню. А что думаешь о шоу «Прожарка»? Ты принимал участие в выпуске с Дудем? Как тебе такой формат? Нормальный формат. А есть ли цензура в стендапе на ТНТ? Что ты имеешь в виду под цензурой? Ну, то есть вы написали материал, вы его кому-то показываете? Или это снимается, а потом просто убирается что-то ненужное? Или можно все на телевизии? Редактирует кто-то материал? Нельзя мат. Нельзя что нельзя? Ну, всякое то, что по законодательству нельзя говорить. Всякие эти, как это называется? Запрещенные темы. Ну, экстремистские вот эти всякие штуки. Ну, а так все, что хочешь, говори. А как проходят съемки программы? Это снимается как одним все блоком, потом на несколько месяцев как сезон? Это снимается раз в полгода, и до этого месяца четыре пишется. Сегодня стартует как раз новый сезон стендапа на ТНТ. Мы тебя там увидим? Не. Кто, по твоему мнению, самый лучший комик России? Стендап комик? Стендап. Я. Согласен. Самый недооцененный? Самый недооцененный? Василий Медведев. Не, Саша, про кого? А где он выступает? В Москве. Надо будет посмотреть. Как относишься к женскому стендапу? Женщины могут конкурировать с мужчинами в юморе? Конечно. Нормально отношусь, отлично. Как проходит твой обычный выходной день? Как проходит мой обычный выходной день? Да что-то делаю, что-то там с кем-то говорю, с кем-то вижу, что-то читаю. Что-то смотрю, пишу шутки. Книги читаешь? Бывает. Какие есть любимые киты? Наверняка какие-то есть, но надо вспоминать. А фильмы? То же самое. Ни один не помнишь? Семь. Семь Дэвида Финчера. Остров проклятых. Есть такой фильм. Мартин Скорсезе. Ну какие-то еще крутые фильмы какие-то там были. Одержимость. Что там еще? Подскажи фильм, Кристин. Помните фильмы какие-то? Ну все нормальные фильмы, нормальные фильмы. Не помню уже, какие мои любимые. А Любовский? Большой Любовский. Да, прикольно, да. Но нелюбимые. Что должно произойти, чтобы тебе перестало быть интересно выступать? Что должно произойти, чтобы мне стало неинтересно выступать? Да. Хрена себе. Ты думал. Что же должно произойти? Не знаю. Не знаю. А если бы ты думал когда-то, задумался, если бы ты не стал стендапером, чем бы занимался? Я думаю, что... Я думал об этом пару раз. Вообще не представляю. Как-то так все сразу с детства пошло, что я как будто понимал, что это точно юмор будет. Так что не знаю. Что-то типа смежное с юмором. Не знаю что. Какую музыку слушаешь? Мы же на радио. Если ты уже понял. Это вообще не похоже на радио. Это не похоже на радио, мы маскируемся. Очень странное ощущение здесь. Что чувствуешь? Как будто где? Ну, как допрос какой-то, не знаю. Здесь раньше просто была прокуратура. В этом помещении. Вы какую-то инфу собираете? Да, да. Правильно? Да. Соберем инфу, потом обработаем. Пришлем тебе психологический портрет. Так, какой там последний вопрос был? Музыку слушаешь? Слушаем. Да, музыку слушаю разную. Самую лучшую. Любую разную клевую музыку. Смотрел стендап поперечного последнего? Который был в Лидовом Дорце. Не, не видел. А вообще какой-то его стендап смотрел? Не, до сих пор не добрался. Да я вообще редко стендап смотрю. Ладно. Так, что думаешь про Руслана Белова? Нормальный тип. Отличный. Он лучший стендапер, по твоему мнению, в России? Я же говорил, что я уже. Ну, а после тебя должен быть кто-то? Ну, после там. Все после меня. Какую тему для разговора можешь поддерживать часами? Ну, не знаю, любую, если атмосфера нормальная. Так, если бы у тебя была суперсила, то какая? Если бы была суперсила, то какая? Интересно. Ходить через стены. Невидимость. Невидимость, бессмертие. Наверняка была бы у меня, если... Была. Была суперсила. С какой известной личностью хотя бы встретиться и поговорить? Понятия не имею. С какой-нибудь... Ну, такие вопросы, где нужно мне где-то полчаса подумать, чтобы... Так, а мы же до семи не спешим никуда. Проанализировать. Потому что надо... Это же ответственно. Вдруг он сейчас зайдет. А у человека нужно выбрать из всех. Не знаю. Давайте подумаем. Давай подумаем. Какие есть варианты? Кто мне нравится? Луис Си Кей. Можно поговорить с ним. Кто еще есть? Эдди Мерфи. Можно поговорить? Да, вообще, я бы со всеми поговорил о чем-то. Да, и Крис Рок тоже можно. Так, ВКонтакте или Фейсбук? Что тебе больше нравится? Где больше времени проводишь? ВКонтакте, потому что Фейсбук не сильно популярен, там, среди обычных людей. А в Инстаграме ты редко что-то грузишь и редко заходишь? Ну, для меня не редко. Как раз столько, сколько... Могу. Ну, да. Ну, сколько там, раз, две фотки в месяц я выложил. Это редко? Это редко. Обычно две фотки в день. Фотку в день хотя бы. Ну, как-то это сложно дается. Там надо фотку какую-то нормальную. Можно просто видео снимать и укладывать. Можно. Что думаешь, сейчас более популярно, телевидение или интернет? Не знаю. Сейчас много шоу выходит в интернете, которые набирают просмотры даже больше, чем на телевидении. Так. Ты YouTube смотришь? Да. Что смотришь на YouTube? Что я смотрю? Дудя смотрю интервью. Смотрю всякие штуки по запросу, которые, интересно, вбиваю, что там смотрю. Про игры что-то, про что еще? Про игры какие-то спортивные? Компьютерные. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Помню, что я там смотрю. А Дудя последнее интервью смотрел? С Киселевым? Нет, не смотрел. Ну и ладно. Оно и не очень. Ну, значит, не буду смотреть тогда. Как относишься к критике, пока ты ищешь YouTube? Положительно. А читаешь я тебе комментарии под фотографиями? Ну, иногда. Но не часто. Чем любишь заниматься больше всего на свете? Спать. Одна страна или один город, по твоему мнению, в котором должен каждый побывать? По моему мнению, да? Да, только ты. Ну, пускай будет Минск. Минск. А что интересно в Минске посмотреть? Да не знаю. Вот у нас, кстати, из Минска сидит девушка. Что там есть, посмотрите. Ну, что-то посмотрите. Сходите там в центр. В цирк. В цирк, можно сказать. А лучший город мира, по твоему мнению? Ну, из тех, где я был, мне понравилось, в Барселоне понравилось, в Лос-Анджелесе понравилось, где мне еще понравилось? В Амстердаме. Так что, про остальные фиг знает. Ну, наверняка, Нью-Йорк крутой. Чем понравилось Нью-Йорк? Ну, я там не был, но мне кажется, что крутой, скорее всего, будет. Я туда больше всего хочу сейчас. А вот скоро съезжу. Наверное, Нью-Йорк, да? Нью-Йорк, да. Нью-Йорк. Три голоса за Нью-Йорк. Нью-Йорк победил. Так это, вот это радио сейчас, где кто слушает? Смотря где человек находится. Это же онлайн. Где угодно. Ну, онлайн, это то есть в интернете. То есть, да, приложение. Приложение телефона тоже нет, где угодно. То есть, это не такое, что ты едешь в тачке. Ты можешь и в тачке. Если у тебя в тачке есть телефон, ты можешь включить. Это не эко, диапазон. И сколько сейчас человек слушает? Про Нью-Йорк. Как мы это узнаем? Ну, про Нью-Йорк, я думаю, вся Америка. Россия, я тоже слушаю. Лос-Анджелес. Сейчас нью-йоркцы тоже подключатся, узнают, что ты едешь. Ну, то есть, вы не скажете, да, сколько? Ну, нет, а здесь теперь мы говорим. Интересно. А где-то, вот если по Нью-Йорку умереть, то Манхэттен точно. У нас слушают человека. У нас слушают человека. Есть канал Академия Джо Рогана, смотрю. Переводы подкастов Джо Рогана. Смотрю Стандап Клуб Номер Один канал. Смотрю Тед на русском языке. Да. Фанни Варкрафт 3. Это что? Варкрафт это игра? Да, это фанни, веселый Варкрафт. Кинопоиск. О! Какой канал есть? Там трейлеры фильмов? Ну, что-то такого, да. Какие-то научные каналы, которые я не произнесу название правильно. Ты в одном интере говоришь, что ты смотришь Рикки Морти? Ну, что его там смотреть? Там три часа надо, чтобы его посмотреть. Там сезон три. Смотрел, да, конечно, смотрел. Каким спортом интересуешься? Ты говоришь, что ты болел за Милану, а потом понял, что нет смысла болеть за Милан уже. Каким спортом интересуюсь? Вообще не интересуюсь. Практически. Не любишь смотреть ни в футбол, ни в чем? Ну, с друзьями иногда за компанию могу, но так не интересно. Какой-то концерт можешь вспомнить, на который ты ходил, группа или чего-то, который тебе запомнился? Исполнитель. Музыкальный концерт? Да, я не так много был. Я был... А, на System of a Down я был. О, это где было? В Ереване. Да, вот это, наверное, самый запоминающийся был. Потому что мы туда поехали, то, что пропустили в Москве концерт, а в Ереване они выступали бесплатно. И мы такие, а, так можно уж просто полететь в Ереван, и то же самое выйдет. Тот же концерт? Вы, как в Одессе, должны заценить такой маневр. Мы этот маневр обожаем. Но мы ждем другой маневр, пока они сюда бесплатно приедут выступать, чтобы не ехать вообще. Слушайте, Одессе, ты хитрая, да? Почему? Почему? Не знаю, у меня что-то в голове такой стереотип. Пока нет. А где тебя уже успели обмануть по дороге из аэропорта? Не знаю, но вот ощущение, что обманут. Какой-то подвох есть, да, в этом всем? Вы не хитрая? Ну, она хитрая, я ее хорошо знаю. Вот она именно хитрая. Одесса, это евреи, правильно? Не, ну, практически, да, но не все. Не обязательно. Ну, а евреи какие люди? Хитрые? Да. Или это расизм? Я уже не помню, не понимаю. А мы узнаем потом. Здесь не все евреи? Да, здесь не все евреи. Иван, здесь очень смешанная национальность. Что-то на радио стало похоже прям. То есть нужен был голос со стороны еще, женский. Женский. Голос за кадром. У нас тут много белорусов, у нас тут много, кого, Саш, подскажи еще. Армяне, грузины, турки, арабы. Турков вообще тут процентов 99 летом. И никто не хитрый? Нет, встречаются хитрые среди них. Но не прям так, чтобы все. Ваня, смотря что, ты подразумеваешь под хитростью. Обман тебя. Вон татарин сидит. Вот тем более. Вот он хитрый тоже. Здесь никакого подвоха точно нет. То есть вы меня не обманете в конце никогда? А как мы тебя должны обманывать? Попросить у тебя денег? Ну, что-то типа того. Какие-то ваши приемчики одесские. Да нет, у нас одесских приемчиков. Не, подожди, если ты будешь давать какие-то деньги, мы, конечно, возьмем. Не откажемся. Отдолжи нам. Отдолжи, если еще раз приедешь, мы возьмем. Пять миллионов гривен. Положи на карточку привата. Да. А я наивная белорусская душа-то дам, а вы не отдадите. Ты же тоже наивная белорусская душа. Я, если что, тебя выручу. Не тебя надо говорить. Вот вам. Те, кто не говорят сейчас. Да, но она первая, кстати, кто попросит эти пять миллионов гривен. Те же женщины. Эти из богатых, я знаю. Не буду просить. Одесса красивый город, да? Ваня, Одесса красивый город. Ты впервые в Одессе? Вот, надо было сходить смотреть Одессу. Ну да. Здесь много чего интересного. И ты практически в центре будешь выступать. В самом центре. Мы будем тебя прокатить. О, а вот прокатить, это про хитрость, кстати. Конечно, потом скинь на бенз. Да. Я тебе приемчики знаю. Машину почини. Ты идти по центру, и ты посмотришь, что ты красавица. Я не успею, надо уже ехать будет. Там, в основном, все белорусы. Мы тебя туда повезем. Белорусы с украинцами. Очень много детей. Разобрались. Все, белорусы есть. Очень много. Татары есть. Отлично. Во-первых, здесь все кушают картош. Все родное. Давай так. Лучший совет, который тебе когда-либо давали. Все сложнее и сложнее вопрос. Да. Там под конец нужно будет, как ты говорил, дифференциал решить. Ты бы мне скинул этот список. Я бы день подумал над каждым вопросом. И ответил бы. Лучший совет. О, у тебя есть такое. Зажигание. Как-то я был в Краснодаре, и там я говорил с одним парнем, и он мне дал лучший совет в жизни. Это он сказал, никогда не слушай людей. Вообще никаких? Да, вообще никогда. Никак. Я подумал, как это глобально, масштабно. Мне нравится? Мне нравится слушать людей. Ну, а прикиньте, можно уж вообще не слушать. Ну, если да. Они что-то говорят, и ты такой, ну да. Говорите, говорите. О чем мечтаешь? О чем я мечтаю? Да фиг его знает, что. Дом возле моря. Да, ты хотел дом, я помню. Собаку. Хату. Хомяка. А, так вы знаете ответы. Ну, может, это было когда, может, ты уже получил дома хату. Ну, офигеть, ты знаешь ответы, и все равно задуешь вопрос. Я просто про мечты твои сбываются или нет. Так, дома до сих пор нету. Хата. Хаты тоже нету, собаки нету. Жизнь катится куда-то не туда, явно. Ну, еще все время. Какая моя мечта? Ох, ребятки, не знаю, не знаю, не знаю. Что будет сегодня на концерте? Ты один будешь выступать? Или с тобой кто-то еще? Ну, будут еще ребята местные. Местные? Да. Не знаешь кто? Не помню, к сожалению. Будет весь новый материал, у которого еще не было патенты. Да. Друзья, приходите все сегодня в 19.00 в зал филармонии. Впервые в Одессе Ваня Усоич, большой стендап. Будет смешно. Спасибо тебе, Ваню. Да, вам спасибо. Спасибо. Продолжение следует...